и продолжаем мы ответы на вопросы в первый раз у нас не получилось до конца заснять не актуально что ли стал идут на актуальность ты заебался некий ну хороша это прошло два дня туториал сделан он уже как бы на данный момент рендерится 6 утра мы снимаем ответы на вопрос который вы мне задавали в паблике под специальным по всем ты хочешь стать после ютуба но вопрос задан некорректно потому что я с этого не ухожу вот и кем я буду после ютуба как бы наверное кем я буду во время ютуба но я по профессии инженер-строитель но вряд ли я буду по этой профессии работать просто будет диплом у меня такой будешь ли ты покупать новую машину ну конечно же но пока пока еще студент пока там не работаю ничего то есть то что я там к примеру получаю на ютубе это я как бы все трачу на себя пока на машину не откладываю ты хоть раз матерился на учителя на самого учителя нет но было пару раз при учителе и вот один раз мне очень хорошо запомнился когда я на свою одноклассницу сказал сука вот это услышал учитель русского языка и литературы конечно же жестоко бомбанула типа вот скала типа почему-то материшься я такой вылупил шары я говорю это же литературное слово вот и она мне знаете как рот заткнул при маме так своей будешь говорить я такой но кай ночью я тогда в седьмом классе был и ясен фиг я не мог никак это что-то сказать в ответ так когда твой трек будет ребята я не могу найти студию звукозаписи у себя в городе то есть ну который что что там прям записали свели то есть да я понимаю там больших городах их блять пруд пруди но я не знаю я не знаю тех людей у которые ну нормально пишут звук и как бы рифмовки там где-то идеи для треков у меня уже есть но я не бью себя в грудь и не говорю там что я типа там рэпер я не знаю что-то хочется такое мутить то есть я сейчас на данный момент пародирую другие песни то есть пою там снимаю каверы всякие вот ну вскоре может быть и что-то свое будет будешь ли ты устраивать розыгрыши на канале ну розыгрыш это конечно же хороший пиар ход то есть в условиях допустим розыгрыша указываем что надо обязательно подписаться на канал там вступить в паблик вот но нет ребята это ну и для меня то есть у меня тем более не игровой паблик и поэтому что-то разыгрывать я даже не знаю что то есть я же видеоблогер любишь ли ты играть в кс не люблю как ты будешь восполнять потери просмотров над своими видеороликами ведь на некоторых туториалах набиралось по полмиллиона вот на новых роликах набирается по 10 тысяч ну знаете вот меня убивает некоторая наивность моих подписчиков то есть они пишут что раньше было лучше его суши его надо потом в итоге на связь будет раньше это когда когда у меня был вот такой микрофон на палочке то есть я реально я сейчас вот буквально сегодня я посмотрел все свои старые летсплеи которые были и звук у меня там был просто ужасный и играть я там ну поиграл там минут пять а остальное время там к примеру сижу в чате и я не понимаю что раньше было лучше то есть сейчас же я как-то пытаюсь вот одалживать камеру то есть ну как не профессиональную до профессионально далеко в общем беру камеру нормальную выхожу ну на какие-то красивые панорамы вот пытаюсь снимать годный контент то есть как-то там даже текст придумывать то есть я впервые вот за свою карьеру пишу изначально текст прежде чем записать какое-то видео вот я не знаю почему раньше было лучше и ребята я только знаете как сказать эволюционирую в плане видео и вот меня сейчас оператор он смешит угорает ну просто раньше я снимал что-то актуально сейчас я снимаю то что интересно только узкому кругу и поэтому они вот говорят вот бля джага скатился нет ребята джага растет это вам просто так как бы вы остались на том уровне я конечно никого сейчас не хочу оскорбить но вам интересны игрушки вам не интересно там какое-то дальнейшее я не знаю творчество что ли в плане видео что дальше будешь делать с тачкой ездить сейчас кстати надо закрыть закрыли машину они какого-то тюнинга ну конечно же да я то есть хочу заменить колонки поставить к еще как минимум два усилителя и два сабвуфера вот чтобы в общем-то валило нормально к почему удаляешь из друзей ребята такая штука когда допустим захожу с телефона вк и нажимаю на новости у меня там высвечивается хуево тучи вот у меня было десять тысяч друзей грубо говоря и у меня от каждого человека что-то высвечивалась их их знаете могу абсолютно не знать то есть и та информация которым не нужна допустим вот от моего друга там моего знакомого близкого Ну которую там хочу посмотреть там фотки и так далее мне надо очень очень долго листать чтобы найти какого-то реального своего знакомого человека с которым я общаюсь вот я не как бы не то что зазвездился но просто это на практике получилось так что это неудобно когда у тебя очень много друзей и которых как бы с которыми ты не общаешься я не думаю что в прям блять у какого-то человека реально все 10 тысяч друзей, блядь, знакомых. То есть, по-любому, там есть какие-то фейки. Поначалу я удалил всех фейков. Потом удалил всех маленьких детей, которые, блядь, просят тебе в ЛС, там, дай аккаунт, дай это, дай то. Удалил фейковые аккаунты, которые, к примеру, там вот знаете, как определить фейка? Фамилия, царь, котов, ну, что-то типа такого, там, такие, знаете, громко говорящие имена, фамилии. Вот, это явно фейк, то есть и с такими людьми, даже чтобы они у меня находились в друзьях, я не вижу смысла, потому что они знают, кто я, но я не знаю, кто они. И поэтому, знаете, такое неравенство в общении и все, в общем-то, я их из друзей удаляю. Вот, и иногда, знаете, бывало такое, что у моего близкого друга день рождения, а я в ленте не могу посмотреть, то есть каждый же день высвечивается, ну, упоминание, что у кого-то день рождения. А у меня там, блядь, такая большая таблица, что, ну, в общем-то, ребята, я удаляю из друзей. Вот, а знаете, как можно остаться в друзьях, то есть вот, кто сейчас на данный момент у меня остался в ДРЭ, ВКонтакте, вот, в общем-то, не выходите за моего паблика, то есть я, к примеру, я прежде, чем удалить, я каждый раз захожу на страницу и смотрю топ-5 пабликов. То есть, допустим, если мой паблик хотя бы у вас, я не знаю, ну, хотя бы в топе находится, то есть не обязательно на первом месте, то вы, конечно же, остаетесь у меня в друзьях. Вот, даже можете рассчитывать на какое-то общение, там, вопросы и так далее. То есть, я не знаю, что со мной случилось, но, блядь, я стал уважать своих подписчиков. Ничего себе, когда их осталось вот так вот мало. Так, еще один вопрос. Возвратишься ли ты в проект Танки Онлайн? Ребята, я уже, знаете, заебался так громко говорить, что я ухожу, я возвращаюсь в Танки. То есть, по факту, по факту, я в них не играю уже полгода. Да, снимаю видео по ним, как-то там, ну, с разработчиками связь поддерживаю, но сам факт игры и сам факт вот именно вот того интереса, его нету. И поэтому, блин, ну, я буду там в околотанковом сообществе, там, я буду в курсе всех событий, но в битвах вы меня уже, как бы, очень редко увидите. Будет ли в будущем видео по GTA V? В GTA V я играю, играю очень много, но записывать ее уже на YouTube, это, ну, для меня, знаете, такой является таким некачественным контентом. Какие у тебя будут в дальнейшем новые проекты? Влоги-блоги. Вот так вот, дай я вас обраду. Проектов, они, конечно же, будут. То есть, у меня были такие небольшие тесты, я не знаю, критиковать, что ли, обсуждать фильм, то есть, Супермен против Бэтмена. Получилось, конечно же, лажово, но, блядь, ну, я пробую себя. Вот, а потом еще среди новых проектов хотелось бы немножечко помусолить старую тему, танковую, то есть, там, рассказать вам что-то из своих похождениях, там, про туториал, что-то там вот такое вот вам интересное рассказать. Вот. Ну, а пока, пока, ребята, все в секрете будет, какие там дальше будут новые проекты, хер знает, что забредет с голову. Влоги будут, путешествия по городам, то же самое будет. Вот, в общем-то, ждите. А почему у тебя борода? Ну, я не знаю, пацаны, у меня, наверное, такая генетика, то есть, Джага, твой автопробег летний по каким городам будет. Оренбург точно будет, потому что Оренбург, это, ну, блядь, самый близкий такой, ну, более-менее известный город, он 150 километров от меня. Туфа, конечно же, будет, Екатеринбург, возможно, Пермь. То есть, посмотрим, да, может, летом я рвану туда опять к разработчикам. Еще один интересный вопрос, мое мнение про Танки Икс. Конечно же, когда я был еще в октябре в самом офисе Альтернативы, у меня эта игра, ну, вызвала такой вау-эффект. То есть, я ее первый раз увидел, первый раз поиграл. Вот, но сейчас же, как бы, когда уже, там уже все показали, там несколько сотен летсплеев по ней отсняли, вот, там уже показали возможности паркура, мне уже, как игра, это тоже неинтересно. То есть, знаете, это как девушка, когда ты ее добьешься, она тебе уже, ну, ну, так вот, уже, так вот ты на нее рукой махаешь. Ну, это я такое сравнение сделал. Расскажи о своих отношениях с Аней. Какой Аней? Но только подробно, где и как вы познакомились? Мы уже полгода не общаемся, то есть, официально, как бы, расстались. Вот, если вы там девочка, которая уже больше... 16, ладно, давай, больше 16. Я люблю рисковать. Там ВК, там, ну, все, все знаете, короче, куда надо писать. Сколько тебе учеба? Вот, недавно защитил курсовую работу, все, как бы, сессия сдана, а теперь я только осенью поеду в университет, уже на третий курс. То есть, вот, блядь, такой я уже, блядь, большой. А когда тебе стукнет 30, что будет с каналом? Наверное, я так же буду сидеть, блядь, в 20 тысячах подписчиков, и ничего не изменится. Ну, конечно же, охота надеяться на лучшее, то есть, ну, ну, думаю, прославиться к 30 годам-то уж. Как ты относишься к хейтерам? Знаете, я посвящу этому отдельный бложик. То есть, эта тема актуальна, блядь, можно зайти к абсолютно каждому ютуберу, и у него именно есть видео про своих хейтеров. То есть, как он там их любит. И вот всегда, всегда, вот, блогеры, они всегда говорят, ой, хейтеры, мы вас так любим, спасибо, что вы есть. Ну, знаете, так немножечко лицемерят, потому что хейтеры, они всегда немножечко говнят. То есть, настроение портят. И этому я посвящу отдельное видео. То есть, не тут я отвечу. Будешь ли ты снимать лайфхаки или еще что-то о автозвуке? Ну, а об автозвуке это вообще было как экспериментом. То есть, это был обычный влог, но там я устанавливал колонки. Получилось так, что, блядь, это выпуск про автозвук был. Вот. Ну, вряд ли. Конечно же, если я что-то куплю себе новое в машину, я это установлю на видео. Вот. Так. Расскажи свою историю успеха. Блядь, у меня успех был. У меня подписчики разбежались, кто куда, блядь. Сейчас кто микса, кто Беррика смотрит. Все, блядь, джаги нету больше. Пойдем мы сейчас монтировать. Повторюсь, на данный момент рендерится туториал, после этого выйдет вот это видеоответы на вопросы. Еще раз, ребята, хочу сказать спасибо вам, что вы есть. Обсуждайте там, я не знаю, мои ответы в комментариях, может, какие-то там зададите. Я, в общем-то, сейчас уже стал не гордый, я на комменты отвечаю. Вот. И иногда даже в лея смогу что-то такое ответить. Ну а с вами был Саша Джиггернаут, за камерой Никита. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok